Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Футбольное обозрение и я Евгений Монрахович. Сегодня мы в Минске, где местный энергетик БГУ в туре чемпионат страны принимает нашу Славию Мозырь. Шестой тур Беларусьбанк чемпионат Республики Беларусь по футболу сезона 2019 года среди команд высшей лиги для Славии Мозырь проходил в Минске. На стадионе Республиканского центра Олимпийского резерва Белорусского государственного университета и, кстати, этот матч стал первым в сезоне, который энергетик БГУ проводил на родной для себя арене. Отмечая активность этого клуба и его достижения, главный из которых выход в высший эшелон Республиканского клубного футбола, заметим, что стадион энергетика БГУ не самый лучший из тех, что есть в белорусском футболе. Но дорогу оселит идущий и пожелав Минчанам прогресса на данной стезе, скажем, что дублеры, которые свой матч проводили здесь же 4 мая, завершили встречу победой хозяев в поле со счетом 1-0. Наша молодая команда, к большому сожалению, уступила впервые в этом сезоне. И после шести туров дубль Слави и Мозырь занимают седьмую строчку в турнирной таблице перенства. Главная команда нашего клуба достойно прошла непростой стартовый отрезок чемпионата, хотя шестой тур и грустный энергетик МБГУ можно назвать продолжением встреч команды Михаила Алексеевича Мартиновича с сильными соперниками. Хотя в этом сезоне, кажется, каждый из клубов Беларусьбанк чемпионата Республик Беларусь по футболу сезона 2019 года среди команд высшей лиги является собой достойного оппонента. Плюс обе команды Слави и Мозырь и энергетик МБГУ в прошлом году выступали в первой лиге и здесь же осенью 2018 года команда явили болельщикам ничью 2-2. На этот раз каждый из футбольных коллективов стремился подарить своим поклонникам победу. К слову, поддержка зрителей у Слави и Мозырь была более ощутима, чем у хозяев поля. Что парадоксально, но к поклонникам нашей команды мы еще вернемся. Пока же состав Слави и Мозырь на эту игру. Родион Симук, Руслан Ходоркевич, Юрий Пантя, Александр Ануфлиев, Игорь Костров, Юрий Недошковский, Андрей Чухлей, Никита Мельников, Денис Ковалевский, Максим Слюсар и Глеб Шевченко. Отметив отсутствие из-за повреждения нашего капитана Игоря Воронкова, заметим, что в этом матче вперед нашу команду с капитанской повесткой вел Игорь Костров. Ну и, конечно, поздравим Максима Слюсара, у которого в первый майский день родился сын Захар. И нетрудно предположить, насколько сильно новоявленный отец хотел поразить ворота соперников, одержать тот день победу и посвятить ее своему первенцу и супруге Софии. Впрочем, наверняка у каждого футболиста, тренера, представителя Слави и Мозырь и энергетика БГУ были события, которым можно было приурочить победу. Быть может, не такие значимые, как у Слюсара, но все же. Из самой первой минуты зрителей, коих на матче собралось 500 человек, увидели обоюдоострый футбол. Футбол захватывающий, футбол заставляющий Затей в дыхании следить за событиями на искусственном газоне и переживать каждый игровой эпизод вместе с непосредственными участниками спортивного поединка. Моментов ворота обеих команд хватало, и что атака, что оборона Слави и Мозырь и энергетика БГУ старались на полную мощность. Как всегда, опасно в исполнении энергетика БГУ были стандартные ситуации. Традиционно случались спорные моменты, когда одна команда была недовольна решением рефери, а команда другая была полностью солидарна с главным судей встречи. Хорош был Родион Симук, наш галкипер, третью игру к ряду, занимающий самый важный оборонительный пост Слави и Мозырь. И что, что авратарская линия в команде Столица Полесья точно одна из лучших в чемпионате. Возникали привычные этому противостоянию стычки. Молодые игроки энергетика БГУ ни в чем не хотели уступать оппонентам, а наши опытные игроки не могли оставить без внимания дерзновение молодости. В общем, футбол, спорт со всем сопутствующим накалом страстей. Игра имела высокий темп и, наверное, по причине не самого лучшего искусственного газона. Часто шла верхом, все же на таком поле создавать внизу замысловатую карусель проблематично. Хотя случались красивые атаки, которые, развиваясь, прерывались обороной, но затем снова воспаряли. И едва-едва не заканчивались голом, но до определенного времени не заканчивались. Порой мяч в считанных сантиметрах разминался с рамкой, но отмечая не совсем точные удары, заметим, что в этой игре было довольно много ударов в створ ворот. Не все из них были опасные, сильные, но нередко голкиперам приходилось проявлять свое мастерство, реакцию в выбор позиций. Вот одна из атак, когда в штрафную площадь мячан по левую флангу ворвался Максим Слюсар, далее последовала передача в центр воротарской площади из близкого, наверное, слишком близкого расстояния Никита Мельников пробивал. Но слишком близко было расстояние от мяча до голкипера, хотя, будь Никита, чуточку расторопней, и техничный в этом эпизоде счет в матче мог быть открыт уже тогда. Вскоре чуть было не воплотила жизнь знаменитая футбольная присказка «Не забиваешь ты, забиваю тебе». Однако хорош был наш воротарь Родион Симук, которому пришлось еще дважды вступать в игру при последующем угловом ударе и еще одном ударе по воротам Слави и Мозырь, которые по-прежнему оставались на замке. Чуть более чем через минуту даже наш «Страшворот» был не в силах отбить мяч, который пролетел мимо ворот, хотя все же не случить грамотной игры Симука на выходе, имел бы возможность футболист в синей форме на более точный удар. Так что снова оборона Слави и Мозыря держала верх над атакой «Энергетика» БГУ. Порой Родиону приходилось играть за пределами штрафной площадки, как заправскому защитнику. Часто удары мячан блокировали футболиста Слави и Мозырь, и в который раз упомянем голкипера нашей футбольной дружины, который трудился без устали. В общем, гол назревал, и он случился, но не в ворота Слави и Мозырь, как того хотели болельщики «Энергетика» БГУ, а ворота минской команды, которая на 28-й минуте не смогла остановить атаку красно-белых. Более того, сами футболисты «Энергетика» БГУ и забили этот гол. Жереми Мавату, стремясь воспрепятствовать разящим удар Никиты Мельникова, открыл счет голам в этой встрече. Только вот вряд ли Жереми мечтал забить гол таким образом. 0-1. Гости вышли вперед, то есть наша Слави и Мозырь повела в счете. Хозяева поля моментально стремились счет сравнять, и уже на 32-й минуте состоялась первая замена в рядах «Энергетика» БГУ, но до конца первого тайма счет оставался неизменным. 0-1. Энергетик БГУ уступал нашей Слави и Мозырь. Хотя возможности для гола были, и как «Энергетик» БГУ стремился сравнять счет, так и Слави и Мозырь, в свою очередь, не прочь было свое преимущество в счете увеличить. Вот одна из опасных атак нашей команды. Проход Максима Слюсера, которого всячески пытались сбить с курса соперники, но наш 77-й номер устоял и выдал передачу на Никиту Мельникова, который попытался продвинуться к воротам соперника и угловой. К сожалению, он не привел к еще одному голу ворота Алексея Харитановича, а вскоре коллега Памплоа-голкипера «Энергетика» БГУ вступил в игру. И еще раз Родион Симук был вынужден продемонстрировать свое умение незадолго до перерыва, когда в ближнем бою 30-й номер Слави Мозырь выиграл дуэль. Посмотрите еще раз, уважаемые телезрители, как близок был минчанин к ГУЛу и как славно действовал наш Родион. Как мы уже знаем, счет этого тайма 0-1. Наша команда вела в счете, и пока игроки отдыхали, мы обратили свое внимание на болельщиков, среди которых было много поклонников Слави Мозырь. Первый тайм был моментов много, воспользовались, не получалось много, но старались забить. Я уже десятый год живу в Минске, ну как бы я сам с Мозыря, учился здесь, работаю сейчас, поэтому я всегда стараюсь, когда в Минске игра с кем-нибудь, приходить, поддерживать команду. Но в первом тайме уже сыграли достаточно неплохо, забили гол один. Было еще много моментов, ну доволен игрой. Футбол это все. Сподеюсь, что в другом тайме будет лучше, чем в первом, потому что, вчера кажучи, нам поколь вельмишем отшанцевало, может быть, нам отшанцевало за попередние все туры, тому я сподеюсь, что все-таки в другом тайме лик уже будет погулять с оправды и на нашу корысть. Одним из болельщиков был специалист по маркетингу футбольного клуба Слави Мозырь Сергей Николаевич Климченко. Да, я приехал как болельщик, ну и посмотреть, что предлагает команда для болельщиков здесь. Считаю, что стадион не очень хороший, не очень хороший уровень, место немного, газон не очень качественный, вот. Но главное, что мы выиграем, и это хорошо. Сергей Николаевич, его работу мы увидим в седьмом туре, который для Слави Мозырь пройдет на родном для нее стадионе «Юность» в пятницу, 10 мая. Да, конечно же, хочется пригласить всех болельщиков на стадион. 10 мая мы готовим опять зону гостеприимства для болельщиков. Ну и сделаем что-то новое. Я пока не буду говорить, но мы анонсируем это обязательно в ближайшее время, в ближайшие дни. Анонс седьмого тура в конце передачи. Единственное, скажем, что болельщикам, желающим принять участие в акции «Приди на матч цвета команды», следует облачаться в красно-белые цвета. И возвращаемся к матчу «Энергетик Богоуславия Мозырь» вместе с интервью. Одной из самых преданных поклонниц нашего клуба и, кстати, мастера спорта, погребли на кануле Юлии Мартинович. Стараюсь присутствовать на каждой игре по возможности, если, конечно, это получается. Но на самом деле я не люблю загадывать, так как я бывшая спортсменка, и я никогда не ожидала, какие у меня будут результаты. Я надеялась только на свои силы. Здесь то же самое. Мне очень интересно, как происходит, какая тактика на игре, как показывают себя ребята, что нового они воспроизводят. Ну и потом, в моих интересах, это обсуждать на самом деле. То есть где-то помочь, где-то подсказать, как бы там ни было. В завершении интервью одного из опытнейших и преданнейших поклонников нашего клуба. Ну, за Славой Мозель я болею, когда она была еще Полесьем, потом МПКЦ, но теперь уже Славия. Что тут можно сказать по первому тайму? Простили мы их, простили они нас пару раз. Но я думаю, что во втором тайме борьба будет еще более упорной. Но считаю, что есть все предпосылки увезти отсюда три очка. Три очка за победу наша команда отправилась добывать во втором тайме в том же составе, в каком она завершала первую половину игры. У хозяев поля состоялась еще одна замена. А на 51-й минуте состоялось первое предупреждение в матче. Его получил наш игрок Руслан Ходракевич за срыв перспективной атаки. Атаковали и наши футболисты, следствием чему становились угловые удары, порой весьма опасные для энергетика БГУ, который, правда, хорошо оборонялся. Иногда излишне напориста, за что получал предупреждение. На 61-й минуте Дэвид Твея увидел перед собой желтую карточку. А через две минуты Павел Гречишко, известный по выступлениям за Славию Мозель, удостоился предупреждения. Коих у пятого номера энергетика БГУ в этом сезоне немало. А дабы поддержать компанию желтокарточников, Максим Слюсар удостоился предупреждения. Кстати, уже второй тур подряд. И что удивительно, более в этом матче судья карточки не доставал. Довольно рано минчане выбрали весь лимит замен на 68-й минуте. Тут же опаснейший момент у наших ворот – Перекладина. И наша первая замена на 69-й минуте. Денис Тропашко сменил Никиту Мельникова. И менее чем через минуту в центре поля мяч перехватывает Игорь Костров. Он делает передачу на Глеба Шевченко, который, совершив отличный проход, выдает блестящий пас на Александра Ануфриева. И тот открывает счет своим голам в Беларусьбанк чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2019 года среди команд высшей лиги. Прекрасный гол. И тут отмечаем всех участников комбинации. И капитана нашей команды в матче Игоря Кострова, сыгравшего в отборе. И Глеба Шевченко, который умеет на поле, кажется, все. И, конечно же, Александра Ануфриева на тренировках, доказавшего свое место в основном составе команды. И гол как награда за труды. Двукратное преимущество в счете недолго позволило Славе и Мозре иметь победный запас прочности. Уже на 73-й минуте Всеволод Садовский замкнул передачу партнера, сократив счет до минимума. На повторе видно, как героически пытался спасти своего рода Родион Симук, но в данном случае Садовский был королем эпизода. Счет 2-1 нашу пользу позволял Славе и Мозре чувствовать себя хозяйкой матча. Но вместе с тем приходилось быть настороже. Дабы это самое преимущество не растерять. Как показал быстрый ответный гол в секундное расслабление, в концентрации внимания могло дорого обойтись. В противоборстве с энергетиком БГУ, который атаковал. Имел моменты для голевого удара, но наша команда стояла во броне, как скала. Порой приходилось в буквальном смысле жертвовать собой. Но разве мог Денис Ковалевский убрать ноги в жестком стыке? Он, как настоящий воин, пожертвовал собой, но спас свой бастион, в данном случае футбольная ворота от гола. Из-за невозможности Дениса продолжить матч состоялась замена, и в составе Славе и Мозре появился еще Денис Курлович. Опасный момент у наших ворот. А на 83-й минуте состоялся долгожданный дебют в Беларусьбанк чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2019 года среди команд высшей лиги Михаила Калятко, за которого на трибунах трогательно переживала его семья. Миша, кстати, сменил Руслана Ходоркевича, и это была последняя замена в матче, который повышал свой накал ближе к финальному свистку арбитры. Наши футболисты, кстати, имели отличную возможность забить третий мяч, но удар Дениса Тропашко отбил Алексей Хаританович. Наверное, этот момент был самым опасным в последней минуте игры, которая завершилась победой Славе и Мозре 2-1. И после финального свистка, поблагодарив друг друга, судьи и наши игроки отправились к болельщикам, которые могут считать себя полноправными участниками этой замечательной, такой нужной победы. В принципе, ничего необычного. Игра была, на самом деле, за шесть очков, скажем так, потому что сейчас, если посмотреть в турнирной таблице, все плотненько идут, и поэтому каждая победа, особенно три очка, ну, с примерно равными соперниками, было бы неплохо для нас. Вот, мы, пускай, может быть, в конце немножко и проиграли, отдали, вернее, инициативу, вот, но, как бы, победителя не судят, и в конце по осени уже, как бы, там игру, я думаю, особо никто вспоминать не будет. Андрей пришел Славе и Мозре прямо перед началом сезона, но быстро адаптировавшись к команде и на поле, Чухли не только умело ведет игру, но и подбадривает партнеров, беседует с судьями, словом, настоящий лидер, которые все непременно должны быть в спортивной дружине. Ну, конечно, в команде всегда должен один, два, три, четыре человека лидера, чтобы в трудный момент повести команду за собой, помочь, вот, так как капитан наш Игорь Воронков, к сожалению, из-за травмы пропустил игру, вот, ну, я же говорю, ребята старались, поэтому я поздравляю всех мазыриан с победой. Еще один лидер нашей команды, Руслан Ходоркевич, играл здесь же прошлой осенью, когда случилась ничья 2-2 и нынешний рандеву с энергетиком БГУ имело ли принципиальное значение для Руслана? Ну, нам сейчас каждая очка важна, на самом деле, и мы выходили, мы на каждую игру настраиваемся, как бы, набрать максимум очков, и принципиальная каждая игра, и мы выложились на сто процентов, то есть мы готовились к этой игре, разбирали, знали, как они будут играть, готовились, повторюсь, в общем, как-то так. Мы знали, как они будут играть, они много борьбы, много, где-то меньше футбола, больше борьбы, и мы к этому были готовы просто, вот и все. Тут же и наши болельщики, которые, не глядя на дождь, не уходили со стадиона, ожидая любимых игроков, представителей тренерского штаба. За команду переживали Славия Мозырь, поддерживали команду, главного тренера, всех игроков, и, естественно, своего любимого Юрия Владимировича. Футбол люблю, но сами видели, что была борьба очень сильная, потому что энергетик, они не сдаются, и в конце второго тайма можно было увидеть, что очень быстрые атаки были, игроки сильные, мощные, не устают к концу игры, поэтому, ну, было тяжеловато, особенно после первого пропущенного в нашего рота, единственного, слава Богу. Как можно догадаться, это были жена и дочь Юрия Владимировича Савченко, нашего замечательного начальника команды, которому на следующий день после матча исполнилось 50 лет, с чем мы его искренне поздравляем. И после интервью мы поспешили на пресс-конференцию, которую начал наш главный тренер Михаил Алексеевич Мартинович. Тяжелая игра, в принципе, она и должна была быть, наверное, тяжелой, потому что соперника мы прекрасно знаем, соперника мы встретились и в прошлом году, да, абсолютно никаких секретов, наверное, как и у них от нас, так и у нас от них, наверное, нету, поэтому мы знали, что будет очень тяжелая игра, такого она и получилась. Единственное, что, наверное, достаточно много мы позволили сопернику создать голевых моментов сегодня, хотя и у нас их было предостаточно, по большому счету, но немножко вот это волнует, то, что позволяли сопернику достаточно много создавать моментов у наших ворот. А так, очень важная победа во всех планах, да, и в плане турнирной таблицы, в принципе, и в плане психологии, то есть любая победа – это положительные эмоции, и победа над таким соперником амбициозным, молодым, здоровым, то есть приятным вдвойне. Не лучшее настроение было у главного тренера команды «Хозяев», которая в прошлом туре одержала сенсационную победу в Солигорске над местным «Шахтером» 4-3, а вот дома – поражение. По матчу скажу одно, что нам надо это пройти, такие вот моменты, которые мы сегодня сделали, как мы сыграли, это тоже надо пройти, так закаляются ребята, так закаляется команда, так ставится коллектив. Да, были какие-то там огрешности, погрешности, но опять же я не понимаю многие моменты, которые происходят на футбольном поле, или мы что-то другое делаем, в отличие от соперника и от людей в черном, которые тут я тоже не понял, для чего это все происходило. Поэтому претензий по игре к ребятам никому никаких нету. Сыграли, выложились, не забили то, что должны были забить, и так вот проиграли. Поэтому ничего не делать, будем идти дальше, пошагово, пошагово и пошагово. Больше ничего не остается делать, как только быть сильнее еще на три головы, чем сегодня были сильнее соперные. При всем уважении к Владимиру Ивановичу и его праву на собственное мнение, мы не можем согласиться с тем, что энергетик БГУ был на три головы выше, лучше Славей Мозырь. Наверняка с нами согласятся и представители нашего тренерского штаба. Я не буду подобаться, не слышал, во-первых, как что-то говорил. Каждый тренер свою команду может обсуждать, как хочет, видение свое, счет, в принципе, на табло. Поэтому, что тут говорить, много говорить не надо. Команда выиграла, значит, она, наверное, сильнее. При счете 2-1 в пользу Славей Мозырь не приходил ли на память матч прошлого года, в котором Славя Мозырь на этом же стадионе велась таким же счетом, но под занавес матча пропустила гол, а вместе с ним и победу. Перед об этом не думаешь, конечно, но во время игры, да, закрались такие мысли, потому что в том году 2-2 здесь сыграли на последних минутах, пропустили, я был на этой игре. И такие мысли закрадывались, ну, надо терпеть, надо терпеть, терпеть. Но ребята молодцы, показали характер и за что им, ну, что они должны делать на поле, по большому счету. И всегда футболисты, обладающие характером, это сильная команда. Отдельно хочется поздравить Максима Слюсара, как с победой, так и с рождением сына Сахара, еще одного болельщика футбольного клуба Славей Мозырь. Мне кажется, эти эмоции непередаваемые, когда это чувствуешь. Конечно, я сидел дома, мне туда не разрешали ходить, и просто пришло сообщение от жены. Я открываю сообщение, там фото моего сына. Конечно, я это безумно обрадовался. Хотел сразу поехать в больницу, меня не пустили сначала, только пустили уже на следующее утро. Но это незабываемое, ну, это эмоции просто непередаваемые, их нельзя рассказать так просто. Нетрудно представить, как хотелось победить Максиму Слюсару и посвятить эту победу своему новорожденному сыну. Конечно, хотелось и жене, и самому хотелось забить. Конечно, жена просила Гадзебей ради сына сегодня, ради маленького Захара, как бы старался. Но главное, что команда выиграла, и это, думаю, тоже большой подарок. В шестом туре Беларусьбанк чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2019 года среди команд высшей лиги состоялись и следующие матчи. Торпеды Минск, Днепру, Могилев 0-1, первая победа в чемпионате Могилевчан. Неман Гродно, Торпед Белас, Жодина, нулевая ничья. Слуск неожиданно в чем-то обыграл Минска Динамо Дома 2-1, а Минск дома уступил Динамо Брестскому 1-2. Такой же результат был зафиксирован в Гомеле, где гости команда Витебска выиграла этот матч. Городея БТ, сенсация 1-0. И, наконец, Шахтер Солигорск, Ислач, Минский район 1-0. В турнирной таблице теперь один лидер, Солигорский, Шахтер с 15 очками. На один балл от него стоит Брестская, Динамо, Далия БТ и Ислач. Наша Славия Мозри поднялась на восьмую позицию, и в следующем, седьмом по счету туре Беларусь Банк Чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2019 года среди команд высшей лиги. Ждем от нашей команды очередного набора очков за счет турнира на таблице Переста. В пятницу, 10 мая тур начнется, но мы сразу перейдем к субботним играм. И 11 мая на футбольных полях сойдутся Ислач, Энергетик, БГУ, Дняпро, Неман, Динамо Брест, Городея, Торпедо Белас, Сулс. 12 мая, воскресенье, встречаются Динамо Минск, Гомель, Витебск, Шахтер, Батэ, Торпедо Минск. И снова возвращаемся к началу тура, его первому матчу, который состоится в пятницу. В 17 часов 30 минут на стадионе «Юность» наша Славия Мозырь принимает футбольный клуб «Минск». Дублирующие составы эти команды играют днем ранее на стадионе «Спартак» в начало этой встречи в 5 часов вечера. Обязательно приходите на футбол и всеми силами поддержите футбольный клуб «Славия Мозырь». Ну что ж, дорогие друзья, трудная, но такая необходимая победа одержана. Приятно, что Славия Мозырь одержала победу именно в Минске впервые за много лет. Ну и надеемся, дальше будет только лучше. А на сегодня это все. С вами был «Футбольное обозрение». Славия Мозырь, телеканал «Мозырь», Евгений Монрахович и Вячеслав Приписнов. До свидания.